Привет всем любителям физики и физического эксперимента. С вами Алексей Колчин и сегодня мы поговорим об удивительных свойствах магнита для крепежа, которые меня сначала озадачили. Когда я подношу стальной болт к этой стороне магнита, то он подпрыгивает и примагничивается очень сильно. Переворачиваю магнит и теперь он примагничивается совсем слабо. И что же получается? Неужели у этого магнита один полюс гораздо слабее, чем второй? И физикам удалось получить почти магнитный монополь. Давайте посмотрим, как устроен такой магнит. С задней стороны мы видим сплошную оболочку, а спереди центральную вставку, которая отделена от этой оболочки пластиковой прокладкой. Зачем же нужна такая конструкция? И как она обеспечивает слабое магнитное поле сзади и сильное спереди? Вы можете самостоятельно подумать, ответить на этот вопрос, а затем посмотреть мое объяснение. Оболочка, которую мы здесь видим, не является магнитом, но она изготовлена из феромагнитного материала, скорее всего из стали. И выполняет две функции. С одной стороны техническую защищает магнит, который расположен внутри от повреждений, а с другой стороны это главное. Она является магнитопроводом, который перехватывает магнитный поток, так что магнитное поле сзади становится малым. Построим в программе Визимак магнитное поле цилиндрического магнита таблетки. На этой картинке видно, что магнитное поле сосредоточено на ободе цилиндра. А теперь добавим сюда оболочку с магнитной проницаемостью мю, пока что равной всего лишь двум. Больших изменений не произошло, но начнем увеличивать мю. И уже при мю равном пяти магнитопровод частично перехватил поле под магнитом. При мю равном десяти этот перехват усилился. При мю равном тридцати поле под оболочкой ослабло очень сильно. А при мю равном ста установилась такая картина перехвата поля, которая дальше меняться уже не будет. И вот получается, что оба полюса находятся на одной стороне этой конструкции. Силовые линии выходят из северного полюса магнита и все попадают на боковую поверхность оболочки, которая и является южным полюсом. Так что монополь нам получить все-таки не удалось. И если поднести магниты задними сторонами, то я не чувствую никакого взаимодействия, ни отталкивания, ни притяжения. А вот если понести их передними сторонами, то они немедленно примагничиваются друг к другу. Можно сдвинуть их еще дальше, и снова будет сильное притяжение. А вот сдвинуть их так, чтобы центры совпали, мне не удается. Сил не хватает. Магниты отталкиваются друг от друга, но очень хитро вдоль своей поверхности. А прежде чем перейти к нашему традиционному заключительному вопросу, я хочу напомнить, что наш канал существует исключительно на пожертвования. И вы можете в этом поучаствовать. А как это сделать, написано под этим роликом. А теперь заключительный вопрос. Может быть, нам все-таки удастся собрать магнитный монополь следующим образом. Возьмем множество магнитов-пирамидок и соберем их в шар так, чтобы снаружи были северные полюса, а южные полюса были внутри. Ну и мы увидим шар, у которого поверхность представляет собой сплошной северный полюс. Ваши мысли за и против такого проекта вы можете написать в комментариях к нашему ролику на ютубе.